Взгляд Максима Каноненко на радио Вести ФМ Два самых популярных технологических термина уходящего года это, конечно, блокчейн и нейронная сеть. И хотя нейронная сеть, в отличие от блокчейна, изобретения далеко не новые, только в последние годы появились программные и аппаратные возможности, позволяющие создавать и обучать прикладные нейронные сети даже не специалистам. И вот уже какой-то анонимный сетевой шутник с помощью общедоступного программного обеспечения начинает приделывать лица знаменитостей к головам актрис эротического жанра, причем не на фотографиях, а прямо в видеороликах. И качество получающегося изображения оказалось настолько высоким, что немедленно встает вопрос о том, что со всем этим делать. Потому что у человечества в одночасье появилась возможность скомпрометировать кого угодно. Попробуй, докажи потом, что это не ты. Американские ученые разработали нейронную сеть, преобразующую звуки, издаваемые обычными «курами» в человеческие слова. Пока что результаты так себе, но лиха беда начала. Вот-вот человечество узнает, что о нем думают сначала «куры», а потом «собаки и кошки». Сколько это поставит новых морально-этических проблем перед обществом, страшно даже подумать. Не отстают от прогресса и в нашей стране. Компания Mail.ru объявила о появлении построенного на нейросети механизма, который способен, внимание, самостоятельно отвечать на полученное письмо. Разумеется, предварительно прочитав это письмо и проанализировав его. Сколько интересных бизнес-решений будет принято, основываясь на ответах роботов, мы с вами скоро узнаем. Но уже сейчас понятно, что если три эти технологические новости пришли в один день, то мы стоим на пороге качественного изменения глубины проникновения искусственных нейронных сетей, предложенных еще в 1943 году, в нашу жизнь. И скоро роботы будут не только отвечать на письма, но и сами писать их. С курами будет налажен диалог, и они начнут требовать соблюдения собственных прав. В первую очередь, право на жизнь. А приделывание лиц одних людей к телам других людей приобретет такие масштабы, что старые добрые постправда и фейки последних лет покажутся милой забавой. Кажется, я даже понимаю теперь, почему Дональд Трамп решил улететь от всего этого на Луну. Взгляд Максима Каноненко